Всем привет! Мы продолжаем играть в Oblivion, пока мне грезет ноги котенок, но будет некоторое изменение. Больше никакого чая. Цикорий! Я люблю цикорий. И сосачки, чтобы пососать хорошенечко. Я не могу ее открыть. Она не жесткая, она как будто размокшая. Мне пожелали удачи. Да так мило. Чё, куда пойдем? Почему меня так сильно лагает? Мне надо было подождать, пока котенок уснет, потому что снимать с ним видос, это тяжко, конечно, будет. В смысле? Я просто в гости зашел. За что? Блин! Что ж, блютые-то такие, а? Твари! Ну, сразу понятно, что бандит. Он забрал у какого-то меха рукавицы, панцирь и ботинки. Надо взять. Может, они лучше что-то не мои? Эм, здесь как бы просто ничего нет. Просто кожа, но висит какая-то шкура. Или портянки, я не знаю, что это. Там хотя бы трусы есть, это радует. Пластина. Это не тарелка. Это коричневая пласти... Каменный кувшин. Это, возможно, одна из немногих вещей, которые в этой игре переведены правильно. Хотя, я не уверен. Ну, судя по всему, это кувшин. И, возможно, он каменный. Мне пришлось отойти на пару минут, чтобы напомнить котенку, что его еда съедобная. Здорово. Да ты сволочь. Я просто хотел с тобой пообщаться. Хорошо. Здравствуйте. Извините, что я к вам на ты. Он умер. Раскритикуйте мясо. Отвратительный вкус. Какая-то странная слизь. То есть, скорее всего, она уже испортилась. Оно недосоленое. Оно даже не приготовлено. Нормально? Ну, я вижу, там какие-то строения. Пойдемте туда. Боком проделайте отверстия. Что? Я, конечно, не Шерлок Холмс, но, по-моему, тут кто-то умер. Давайте зайдем туда. Он опять залез на стол. Чмошник. Олег поставил минимальную сложность и унижает мобов за то, что они слабые смотреть онлайн без СМС и регистрации. Буля! Я стану популярным ютубером. Куда мы пойдем? Сюда? Или вот сюда? Эники, бенники, ели вареники, эники. Дальше я не помню, сюда пойдем. Костяная мука. А из костяной муки можно испечь костяные пирожки? Я довольно плохо ориентируюсь в пещерах. Я даже в своем родном поселке плохо ориентируюсь. Мертвый охотник сокровища. Ну да, явно не очень живой. Лонг сорт. То есть есть шорт-сорт, а есть лонг-сорт. Большой приз. Он стоит 5 рублей. В каком месте это большой приз? Штаны кожи охотника. Оу. Это звучит довольно зловеще. Слушачка, а в обливионе шмотки даже гнулись. Типа выброшенные из инвентаря. Это прикольно. Мне это напоминает пакет молока. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Нет, ну это даже... Это даже как-то... Не надо меня так пугать. Я подумал, что если микрофон положить подальше от меня, то он будет меньше баговать. Но на самом деле это никакой не микрофон, это телефон. Знали бы вы, конечно, какими мне извращениями приходится заниматься, чтобы снимать для вас веселые видосики. Да кто такой этот ваш мех? Мне так нравятся эти корни. Они похожи на какой-то кусок резины. Да! Буля! Это не я сейчас попрыгнул. Это он. Своими маленькими вонючими обоссанными лапками наступил мне на пробел. Это, между прочим, не оскорбление, у него реально лапа обоссаны. Это вода или молоко? Или это прокисшая сметана? Буля! Это золотая сережка. Ты знаешь, сколько она стоит? Не знаю. Я все пытаюсь понять, где тут боком проделанное отверстие, но... Гробница Эйлиит. Эйлиит. Это хорошее место, чтобы развить свою дикцию. А то у меня с этим бывают некоторые проблемы. У меня есть нормальный жемчуг и некорректный. Мне кажется, они поругаются. Таблетка Эйлиит. Но судя по тому, что там был гроб Эйлиит, таблетка не особо помогла. О май! Такая стильная рубашка. Из-за этого були я становлюсь более нервным, чем обычно. А это еще постараться надо. Где? Где ты, падла? Каменная дверь к бокам проделайте отверстие, потерянное обогар... Обога... Обогарлаз. Я, кстати, не имею ни малейшего понятия, почему видосы квадратные. У меня нормальное разрешение. Ну, то есть... Не квадратное. На, тварь. Укрепить? Укреплять будешь на том свете. Понятно? Я еще не могу понять, что это за гилка такая. The gate is opened remotely. О, вы из Англии? Царица. Она правит... Не знаю. Плесенью вот этой вот... Я, кстати, не могу понять. Вот эта вот херня, судя по тому, что она зеленая, она фотосинтезирует. А тут, блядь, нету света. То есть, то есть вот эти вот кристаллы, я сомневаюсь, что они... А чего я, собственно, вообще рассуждаю на эту тему? Какая разница? Мертвый ученый. Мертвый ученый. Гейларион, мистик. Ну, не повезло, конечно, чуваку с именем, его, наверное, дразнили в школе. Игла. Не, ну, если это игла, то понятно, от чего он умер. Он закололся иглой. Слушай, Буль, тебя не учили, что нельзя лазить по людям, как будто они лестница. Не ходи по клавиатуре, не трогай провода. Иди, блин, я... Зачем я тебе повесила вот эту вот херовину? Я отвлек его где-то на 3 секунды. Бочка. То есть, это вот бочка, да? Ладно, хорошо. Я не буду спорить. Я не вижу смысла спорить с тем, кто считает, что вот это бочка. До меня дошли слухи, что на маленьком островке вне Небенейской бухте появилась странная дверь. Стоит отправиться туда и осмотреть ее. Какие в жопу слухи! Я вылез из пещеры и полез в другую пещеру. От кого я услышала эти слухи? От этого чувака? Как это... Как? В смысле? У меня есть какая-то польза. Если я ее надену, то за мной вот такие розовые следы прикольные остаются. Это вейп с розовым красителем. Но мне, кстати, интересно, что там за слухи такие. А еще более интересно, как тут посмотреть квесты. Интерфейс, конечно, 10 из 10, ничего не понятно. Дизайнеру дам в глаз. Прекрати, хватит. Не надо. Пожалуйста. Он вообще меня не в грош не ставит. Дорогой дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать буль и унижение, которое я испытал сегодня. Бульон, между прочим, я твоя мать. Я брожу кругами. Хорошо, попробуем... БУЛЯ! В общем, я нашел дорогу из этой обоснованной пещеры. И вам абсолютно не обязательно знать, как. Смотрите, она бьет камень голыми руками. Ей абсолютно не больно. ПЕРО! ПЕРО! Добро пожаловать в тайный университет. Руморус меня как-то не особо интересует. Давайте про гильдии поговорим. Если вы желаете стать частью гильдии волшебников, ищите глав местных залов гильдии. Они проинструктируют вас далее. А где их искать? Зады алхимии. Я, Карань, я владею волшебником, и слишком важно и говорить с вами. Так что пойдите в вашем бизнесе, пожалуйста. Владеешь волшебником? Еще тут рабство есть, типа? Извините меня, я Ирлов Джарол, исследователь для тайного университета. Эйлейс, моя социальность. Ты можешь мне объяснить, что такое Эйлейс? Я недавно видела ее таблетки. Остановитесь, вы нарушили закон. Заплатите суду штраф или отбудьте ваше наказание. Какой закон? А сколько? Я могу заплатить. Очень жаль, я надеялся, что вы будете сопротивляться аресту. Ты маньяк? Имперские часы. Не подскажешь, сколько времени, чудо? А можно с помойкой копаться? Я приехала в город, чтобы поступить в университет, но меня посадили в СИЗО, и мне приходится добывать еду в помойках. Типичная жизнь типичного студента. Точнее, еще даже не студента, я тебя не поступил. Требуемый пост. Серая лиса. Требуемый для воровства, растраты, подделки, карманные кражи, подделывания, кражи, заговор, чтобы передать воровство, великое воровство, уклонение от налогов, клевету, мошенничество, верлоумство и дерзость. Описание. Носит серый плащ, который скрывает его внешность. Предполагаемый мужчина и коловиан. Высота между 5 и 6 футами. Нормальный вес. Волосы и неизвестный цвет глаза. Хорошо. Здорово. Огир Джорик. Наконец, новый клиент. Пожалуйста, осматриваются. Только обещайте мне, что вы не будете покупать от той слуги Таранира. По этой норме я не знаю, могу ли я держать мои двери открытыми. Все люди тратят их деньги там. Вот ешь. У тебя так мало денег, что ты не можешь даже слово до конца дописать. Остановитесь тут же, преступный подонок. Никто не нарушает закон на моих часах. Я конфискую ваши украденные товары. Теперь заплатите ваш штраф или это. Прочь к тюрьме. Надейтесь, что вы гниете, преступный подонок. Государство, ваш бизнес. Чувак, ну ты бы так открыто об этом не говорил. Ну, знаете, довольно неплохое заведение. Возьмите это. Это от друга. Какая-то падла вламывается ко мне, пока я сплю, и сует мне это письмо. Еще и дверь оставляет открытой. Че мне хоть дали-то? Таинственное примечание. Я могу предложить вам большие награды и меньше времени в тюрьме. Если вы интересуетесь, едьте в сад Дарелот в районе береговой линии имперского города в полночь. Представьте это примечание, и все должны быть ясно даны понять. Серая лиса. Не выуровливый. Это радует, конечно. Короче говоря, у меня не получилось поступить в вуз, поэтому я сижу и брухаю в трактире, пока серая лиса пишет мне письма. На этой весьма трагической ноте закончим вторую серию. Продолжение следует...